роман приветствую тебя долгожданный эфир мы и с тобой тоже смотрим на рынок с позиции двух видов анализа технического и фундаментального я уже неоднократно начал что мне очень импонирует твой стиль подход к интерпретации вообще того что на рынке происходит очень круто и по хитбэку я думаю ты комментарии сам видишь не только короче побольше бы контента это полностью зависит от тебя я уже куларно дал понять что если есть возможность выходи почаще на связь и безусловно будем готовить больше контента у нас интересная встреча с тобой потому что сегодня мы с тобой фактически за несколько часов через три с половиной часа будут публикованы данные он он формировался конечно же это событие которое очень сильно повлияет на все что творится сейчас на финансовых рынках очень сильно повлияет на доллар доллар повлияет на прочие инструменты на фондовый рынок и так далее поэтому сегодня я бы не очень долгосрочный оптимист на своих аналитических брифингах много раз рассказывал почему но в у нас есть вот это очень много тяги а вот и вот оказывается о чем в течение всех лет тихо то что мы это уже сделали на тихо и так далее вот тут сейчас мы уже не смотрим как это было и как мы видим даже вот на текущих четырехчасовом таймфрейме то что американских фондовый рынок Продолжает свести и пахнуть, в общем. Растет, и цель 4.500, мне кажется, вполне реальна, даже в рамках текущей торговой сессии. Сейчас для американского фондового рынка довольно интересная ситуация, то есть я вообще не вижу причин, чтобы с ним что-то произошло вот даже сегодня. Потому что тот же самый релиз по non-farm barrels, он с одной стороны. Если выходит хорошая статистика, то есть мы видим значительный рост количества новых рабочих мест, мы видим снижение уровня безработицы, эту статистику тоже начинают анализировать как доказательство того, что американская экономика очень динамичная, так растет. И при таком подходе к описанию того, что происходит в США, конечно же, оптимизм будет зашкаливать, потому что все поверят в то, что этот квартал будет очень крутым для американской экономики, и в целом США выйдут на показатели 2019 года довольно быстро. И с другой стороны, если статистика будет плохой, то есть если количество новых рабочих мест окажется в районе 500 тысяч, это тоже может быть позитивным для фондового рынка, потому что в этом случае участники рынка точно начнут закладываться под то, что ФРС не станет отказываться от стимулирующей политики, продолжит покупать облигации в текущем объеме 120 миллиардов и держать ставку низко в районе нуля. То есть печатные установки будут работать, тем больше денег в системе, и чем больше денег в системе заливается, тем больше причин верить в продолжение сохранения текущей тенденции и трендов. Поэтому такое лирическое отступление, опять же, новостное. Если вы верите в фондовый рынок так же, как и я, вы вообще можете игнорировать сегодняшнюю статистику, друзья, и ставить на 4 500 без каких-либо сомнений. Вот, например, для тех, кто без сделок, ищет точку краткосрочного входа, можно дождаться на волатильности коррекции в районе 4 400 фонтов и уже покупать с селями 4 500. Что касается индекса американского доллара, здесь тоже мы подходим к интересной зоне для продаж. Я бы закинул подложку, поставил селлимит с отметки 92.50 в расчете на то, что, опять же, сегодняшние данные позиционно могут привести к разочарованию трейдеров. И чем хуже выйдет статистика, я делаю вывод о том, что данные будут плохими не просто потому, что мне хочется продать доллар, и я как бы сам визуализирую эту статистику. Я говорю о слабых данных, потому что был ADP плохой в среду и вчерашнюю привычную заявку на пособие по безработице 40000, но обращение это фигово, конечно же. Поэтому я в доллар в его рост особо-то и не верю, поэтому надеюсь, что сегодня мой подход и к моему отношению ткнет большее количество продавцов, которые смогут давить позиции бакса. Здесь сделка, как я уже отметил, селлимит 92.50, стоп-лосс 92.90 и тейк-профит ждем ниже 91 пункта. И по золоту, вот мы сейчас прямо в моменте приближаемся к нижней границе довольно продолжительного коридора, в котором золото находится уже больше месяца. Нижняя граница этого коридора 1795 долларов за тройскую унцию, неоднократно уже этот уровень разворачивал котировки данного сырьевого инструмента. И думаю, что в этот раз произойдет нечто подобное. Поэтому здесь будет сделка бай-лимит с отметки 1795, 1792, скажем так, с стоп-лоссом на уровне 1782 и тейк-профит в районе 1825 и выше. Если все пойдет по тому сценарию, который я обозначил, доллар будет снижаться, это значит, что будут снижаться доходности американских облигаций. А на снижение доходности рынка долга реагирует золото только очень положительно, ростом, который для меня сегодня кажется более предпочтительным вариантом. Роман, слово тебе передаю. Да, Артем, приветствую еще раз. Ну что, если не будем распыляться особо, тогда пробежимся по тем же инструментам. Сейчас демонстрацию. Значит, что касается индекса доллара, да, все ждем сегодняшний нонфарм, неделька активная достаточно. Вот, что я здесь вижу по доллару? Мы находимся в такой размашистой консолидации, да, после нисходящего тренда долгосрочного. И вот здесь я наблюдаю, что цена отсказала от уровня сопротивления, вот, который обозначил красные линии, и сейчас стремится к нижней границе, да. Вполне возможно, что она пойдет потихонечку вниз, возможно, и все-таки соберется пробивать линию сопротивления. Но, как ты сказал, что если в доллар не веришь, что он пойдет, скорее всего, вниз или будет стоять на месте, я тогда предлагаю такие варианты события. Я здесь нарисовал линии Фибоначчи, да, уровни Фибоначчи, вот, и мы движемся сейчас вот в верхней границе, то есть это мы рассматриваем как восходящую волну от предыдущего уровня поддержки, а сейчас движемся вниз. И на каждой ступеньке уровня Фибоначчи, да, мы видим, что цена очень хорошо слушается, да, 23,6 отбилась, а 38 хорошо отбилась даже два раза, поэтому я могу обозначить такие входы в рынок на покупку. Если мы пойдем дальше вниз, то у нас еще впереди есть уровень 50, который еще сильнее предыдущих, и 61,8 в золотое сечение еще более надежный уровень. Вот эти уровни для покупок я предлагаю рассматривать по индексу доллара. Ну, даже если он пойдет вверх, несмотря на то, что он уже как бы отбился от верхней границы сопротивления, которая, она и сформировалась, то есть я, по сути, линию нарисовал, вот, основываясь на этом развороте, но разворот хороший достаточно, поэтому если мы еще раз вернемся к этой линии опять наверх, то можно рассчитывать также и на продажи вот этой линии, потому что мы достаточно хорошо вниз отошли, то есть это практически треть движения, да, предыдущего, вот. Так что здесь несколько сигналов и на покупку, и на продажу, краткосрочных, в рамках моей стратегии, скажем так, Scalping Intraday, которую я на своем канале проповедую. Значит, ладно, переходим, ну, евро-доллар, кратенько остановились, то же самое, практически только наоборот, да, мы также оттолкнулись от нижней границы, соответственно, движемся вверх, и уровни Fibonacci у нас обозначают точки продаж вот здесь, здесь, и 61,8, это 1,20660 приблизительно. Вот, пойдем туда дальше, посмотрим золото, ну, я, пожалуй, видимо, пробегусь уже по инерции на основных. По золоту я также наблюдаю интересную вот размашистую консолидацию такую, вот, и в долгосроке мы имеем то, что после нисходящего тренда, вот здесь вот было двойное дно, такое, да, если мы видим, вот здесь вот цена пошла, развернулась вверх, сейчас, двигаясь вниз, законсолидировалась, вот, и здесь, если мы пойдем вниз, вот здесь наблюдаем красные линии, это зеркальная линия, которая, вот, прошивает наш график, но, тем не менее, она каждый раз подтверждает, подтверждает, вот здесь подтверждается, то есть зеркальные линии, они имеют иногда свойство долго жить, вот, поэтому я делаю дополнительный сигнал на покупку для золота, вот здесь, краткосрочный, а также, ну, не оставляем без внимания сами основные линии поддержки и сопротивления вверху и внизу. Вот, ну, и S&P тогда, да, я посмотрел опять, значит, S&P, вижу, что он продолжает свой победный рост, вот, и здесь, скажем так, ничто не предвещает, как говорится, да, и я опять же понимаю, что, ну, невозможно, как бы, по сути дела, никто не будет знать, когда же он пойдет вниз, я так считаю, то есть пока мы не увидим какого-то серьезного технического подтверждения, а это будет какая-то там дневная свеча, которая прошила там процентов 5 вниз, вот, и для этого я предлагаю воспользоваться, ну, простейшим, но надежным инструментом, хотя бы вот линия moving coverage, да, вот с периодом 100 я поставил, то есть мы видим, что когда мы ее, цена пробивает ее, да, вот здесь, допустим, тогда мы можем временно выйти из позиции и подождать просто бурю, да, переждать. Потом, когда мы опять выходим в стабильный рост, если мы особо ее не пробиваем, можно просто держать, купил и держи, да, buy and hold, традиционная стратегия, то есть это же S&P, это у нас акции, а значит, рынок акций, это нужно, покупаешь, держишь, усредняешься, держишь, чем дольше в позиции находишься, тем больше вероятность того, что ты будешь в прибыли. Здесь суета не так, скажем так, перспективна, как в тех же валютах, на валютах можно много раз продавать, покупать, на S&P 500 лучше этим не баловаться, лучше закупаться и держать позицию долго. И выходить из нее только, когда вот какие-то есть серьезные причины, да, там, дневная свеча, например, ушла, там, прошила так, что очевидно, что после сильных снижений потом и коррекции идет опять вниз дальнейшее снижение. Вот, и это очень как бы наглядно видно. Но вот это вот движение, вот эти коррекции маленькие, это вообще, скажем так, бриз легкий, и скорее всего, вот после этой консолидации, да, вот здесь наверху мы опять увидим ее пробитие вверх и пойдем еще дальше вверх. Ну, либо вот такие временные коррекции и опять вверх. Так что пока что действительно все кризисы, не кризисы, ветры экономических волн, они действуют только на пользу американскому рынку. Так что надо принять этот факт и инвестировать. Вот такой мой взгляд. Согласен, что пока что тренд, он остается очень крутым. И против него лучше, конечно, сейчас не сливаться и бороться с ним не стоит. Роман, спасибо тебе за то, что смог найти время. Спасибо тебе за анализ, за твои идеи. Следим, смотрим. Но он фарм совсем скоро, меньше чем 2,5 часа. Ну и, соответственно, подведем итоги. В следующий раз с тобой уже. Надеюсь, что через неделю, ну, если что, через 2 недели, как в соответствии с тем планом, который мы с тобой ранее обсуждали. Хорошего тебе закрытия этой недели, отработки сегодняшнего дня и классных выходных. Пока. Взаимно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok